Welcome, welcome, welcome. Ну что, разгром продолжается или смогут хотя бы карту отжать Team Liquid'ы у TSM? Ну, на уровне TSM, конечно, Team Liquid'ы вообще ничего сделать не могут. Грустно на это смотреть. А, здесь все у нас сейчас будет или еще не будет? А, они только-только закончили, типа считается. Ну, типа, обратно отчет только начался. Английские комментаторы только обсуждали этот матч Envy с Apex, у них 1-1, и, как я и говорил, если Apex выигрывают, то практически точно мы уже будем знать, что... Хотя нет, не имеет значения. Если, наоборот, если Envy выигрывает, тогда мы точно знаем, что Envy займет шестое место, а Apex займут седьмое. Но если Apex выигрывает, то еще не факт. Потому что, как я и говорил, у Envy все сложные матчи закончились, им только играть с Cloud9 впереди, а вот Орехом еще играет с TSM-ами, с Team Liquid'ами, с LG, с Immortal'ами. Просто вот это их четыре игры последних. Вот это. Зато с Cloud9-ами уже сыграли и проиграли им. А у Envy еще Fox впереди, Phoenix впереди, еще кто-то там впереди был. Но это все ерунда. Это все ерунда, которую можно проходить, набирать там одно-два очка, и этого им как раз хватит, чтобы занять шестое место. За выше побороться вряд ли у них получится. Там все же два очка разницы уже есть. Потому что Cloud9-ы проиграли и CLG, и CLG, соответственно, приблизились. Борьба, конечно, не шуточная здесь идет за третье место. Мы про это говорили. И Team Liquid'ы эту борьбу продолжают. Для фанатов Cloud9, конечно, надо, чтобы TSM-ы раскатали Team Liquid'ов 2-0. Тогда карты будут даже еще в запасе у Cloud9. Они и так будут при равенстве очков с Team Liquid'ами впереди. А так еще и по картам будут иметь 2H-карты в запасе. И тогда при условии, где Cloud9-ы, допустим, побеждают Team Liquid'ов 2-1 в последней игре чемпионата, они все равно остаются на третьем месте, вне зависимости от того, как играет CLG или Team Liquid'ы на протяжении всех остальных игр. Потому что карт будет очень много из-за того, что Cloud9-ы огромное количество раз сыграли 2-1 против лидеров. И Immortal'ов 2-1 они проиграли, и CLG они проиграли 2-1, и Team Liquid'ом они проиграли 2-1, и TSM'ом они проиграли 2-1, и однажды 2-0. Окей, было такое, было. Это не изменить. Ну что ж, поехали. Что тут у нас? Сибирка не была забанена и не была пикнута. Любопытный ход. Обе команды решили это не делать. И нам показывают 2-2 великих саппортов, которых никто никогда в жизни здесь не пикнет. Сибирка плюс Гнар от команды TSM. На 2-ой ротации они умудрились получить себе Сибирку плюс Гнара. Team Liquid'ы в ответ забрали Карму для Мата и Дардошу Рексайку. Наверняка это будет Феникс и Азир. Да, сразу же Золокенин. Золокенин и в открытую был пикнут, кстати говоря, Владимир, который был не забанен. Возможно, это Берксон и Владимир. Неизвестно точно. Но ласт пик, я уверен, Team Liquid'а стоят на контрпик, если они даже показывают, что они будут играть через Трандла. Получили хорошую лейн, то можно в открытую теперь не показывать своего. Да, Люцика забирают. Я смотрю, все команды против Север берут Люциана. Но сегодня, по крайней мере, ни разу это так и не сработало. То есть, такое впечатление, что Люцианта не особо помогает против Север. Может, стоит не пикать его, а найти другого чемпиона. У меня есть, например, отличный совет. Такой чемпион, как Твич. Он унижает Северку на линии. Это я знаю. Окей, там Джин не может работать. Эзу тяжеловато в лейте будет. Аша не работает на линии. Ну, Твич еще есть. Помимо всего прочего, еще есть Джинкса. Почему про нее все забыли? Вот Джинкса сейчас, Team Liquid. Представьте, они бы сейчас на топ взяли Лиссандру. Кстати, они и должны взять на топ Лиссандру, судя по их пику. Лиссандра очень хорошо здесь зайдет. Хотя против Гнара, наверное, не лучший вариант. Ну, только не пикайте Трандла. Мне надоело этот матчап уже смотреть. Мне уже надоел этот Дилдомен. Все игры сегодня только Трандл, Трандл, Трандл. Он стопроцентный пик на топе у нас, такое впечатление. Тем более матчап с Гнара мы уже три раза видели. Не хочу это увидеть еще четвертый раз. Давай, только не Трандла. Вот, слава богу. Хоть ты соображаешь, что можно это убивать Ирэлей. Ну, вообще, взяли бы Джинксу и Лиссандру. Это вы представляете, какой бы разгром они учинили? Почему я сказал, что Лиссандра хороша здесь зашла бы? Лиссандра контрит Алистара, Лиссандра контрит Северку, Лиссандра контрит Владимир, Лиссандра контрит Нидали. И довольно спокойно стоит против Гнара. В Лейте чуть-чуть сложнее становится. Но в Лейте там уже немножко другая тема идет. Там в Орде и Вижен в основном вы уже не стоите так один на один друг с другом. Но до шестого левела спокойно Лиссандр с ним отстаивает линию. И получается, что Лиссандра будет просто Suicide Squad. Она влетает, нажимает ульту, нажимает Джоню. Остается в живых. Азира начинает дамажить. Все переключаются, добивает Лиссандру. Переключается на Азира. А в этот момент Джинкс что делает? Унижает. И на линии Джинксе равных практически нет чемпионов. Особенно если у Джинксе есть защита. Она как Кейтлин, ребят. Только Кейтлин чуть-чуть была поднерфлена. И из-за этого ее сейчас почти никто не играет. В 6.14 правда надеюсь что-нибудь изменится. Хотя для Кейтлин ничего не изменилось. А вот Джинксу просто все забыли. Из-за того, что была занерфлена ее ульта. Нами бан. Да, это тоже немножко меня удивило. Но забанено так забанено. Нами. Адриану Нами не дали. Адриану Барда не дали. Ну он очень хорошую Барда играл. Ой, не Адриану я говорил. Адриан это у имморталов. Байфрост. Байфрост очень красивую Нами играл. И очень красиво отыгрывал свои матчи на Барде. Поэтому бан вполне логичный. Но другое дело, стоит ли этот бан того. Возможно просто Нами плюс Северка. И Нами против Кармы очень хороша на линии. Поэтому этот бан действительно того стоил. А на первой ротации напоминаю, что Team Liquid сразу себе забрали Карму в ответ. И Байфросту ничего не оставалось. Как взять хоть кого-то с Хиллом. Хоть он и показывал нам Жанну с этой. Интересный. Они заход в лес сделали. Бьерксон байтит Феникса на эти кусты. Но Рик Сайка все это дело пропалило. И говорит, здесь они. Они тут. Они идут. И у нас хорошая ловушка от команды Team Liquid. Они сели в кусты и заранее будут там сидеть. То, что расставляет варды ТСМ, не даст им никакой информации вообще. Могут спокойно наверху оставаться Team Liquid. Они уже пробежали. И их никто не заметил. То бишь свап не произойдет. Конечно же Team Liquid. Ходят сейчас. Контур Олл Ин сделать, так сказать, на этой 2 на 2 линии. Они хотят играть. И наверняка Байфрост с Дабл Лифтом сейчас будут свапаться наверх. Ну, судя по тому, что Хаузер уже отправился вниз. Можем точно это сказать. Прокликиваю ТСМ. Делают предположение, что скорее всего. 2 на 2 линия будет идти вниз. Но в реальности мы-то с вами знаем, что Фаби с Матом уже на линии ждут. Но есть маленькая проблема. Они не будут дэнаить... Ну, правда, здесь Свинс Керри, но был пул сделан. Ну, теоретически Свинс Керри мог начать с гнаровской стороны. И они должны были дэнаить вроде как Синий Лес немножко. Дабл Лифт и Байфрост. У этого не было сделано. И все еще сидят здесь в кустах. И вот сейчас будет первая. Дабл Лифт пошел фейсчекать. Сразу получает кучу урона. Минус флеш от Дабл Лифта. И Байфрост нам показал, почему Лестор так плохо в начале игры. Потому что он ничего сделать не может. Он просто смотрит на то, как издевается Фаби над Дабл Лифтом и Байфростом. Но Байфрост у нас второй левел возьмет. И я думаю, Дабл Лифт брать не будет. Потому что очень битые они теперь. Ух ты, тут какой интересный ход. Нидали у нас заходит в Чужой Лес. Дардошу отменяет красный. Дардош узнал, что у него красный ворует. Возвращается туда. У него есть смайт. У Нидали тоже есть смайт. Дардош подкидывает. Забирает мелких мопцов. И может оставлять красный баф. Не трогать его до конца. Но решил все же довести до конца этот красный баф. А Свин Скерин понимает, что Чиз не сработал. Ой, как много урона. Хилл был прожат. Кушка Дабл Лифт. Нет, куда? Куда? Это да. На самом деле, комментаторы сейчас правильно говорят. Это еще более страшнее, чем было сделано там. Где 3-0. Дело в том, что это было сделано 2-на-2. И джанглера никто не призывал. Посмотрите, как много урона. Хилл был прожат Дабл Лифтом. И он вместо того, чтобы сразу побежать туда, он пытался зачем-то задоджить кушку Мата. В итоге ему пришлось через весь прокаст этой кушки пробегать. Потому что он не смог задоджить. Он должен был сразу просто по прямой бежать. Да, попадет в него эта кушка. Да, второй стек. Он задоджит и убежит. И нажмет рекол. Ну, или Байфрост доживет до 2-го левела и начнет тебя хилять. Ну, посмотрим. Но это было сделано 2-на-2. И не забываем, что Лаура победил в прошлый раз на своей линии Хаузера. И, возможно, сейчас он опять на контрпике-то играет. И опять может победить. Свинскерин здесь без хп, потому что не смог ничего сделать Рик Сайке. И Рик Сайка, которая, в общем-то, в контрпике находится, чувствует себя великолепно. Прогоняет Свинскерин, а здесь, ну, все, не пофармится. Но второй левел уже есть у Байфроста. Более того, у него уже третий левел. И теперь даже можно немножко поагрессивнее поиграть. Но много очень урона наносится. И с бэка ничего не смог купить. Дабллифт у него было ровно 3 мапса. Сейчас 14, он успел на часть мапсов подойти. Но по опыту он будет сильно отставать. Это пока мы видим с вами, у него третий левел. Но он только-только апнул третий. Мат подходит, делает автоатаки. Это, конечно, жестоко выглядит все. И здесь Феникс доминирует. Ну что? Неужели они карту заберут? Ну, правда, здесь Нидали выходит. Ой, какое подкидывание! Копье мимо! Промахал мапу. О, грусть, печаль, тоска. Свинский ринг застаненных людей не попал копьем. И поэтому он не смог приблизиться и дать дабл. А когда он дал дабл, уже Фаби похилился. И экзост получил от мата. И какой фейл. И теперь можно дайвить. Дардош идет на это дайв. Правда, Хаузер получит второй левел. Нет, не получит он по ходу. Дардош делает килл, остается в живых. Долетит до сюда Бьорксон. Но что он будет делать против Рик Сайки, который просто на Ешке сейчас убежит и все. Да, ничего он не сделает. А Феникс остался на меде. Все нормально. Ой-ой-ой-ой, там-там-там-там. Ну не покажет, а там Дардош, походу, умрет сейчас. Да, кстати, хотел сказать про Рик Сайку. Рик Сайка, она очень хорошо контрит. Нет, выжила, кстати, Рик Сайка. Убежала над Бьорксоном. Так вот, Рик Сайка хорошо контрит Гнара. Потому что когда Гнар пытается перепрыгивать через Рик Сайку, он может всегда дать подкидывание свое в этот момент. И таким образом отменить ей прыжок. Здесь чуть-чуть не получилось этого Дардоша сделать. Не успел он вовремя нажать свою W. Можно было делать это через автоатаку. Но, как я и говорил, Дардош, Рейновер и еще парочку человек играют почему-то через W. Я смотрел стримы Метеуса. Он играет иногда через W, иногда автоатаку использует. А вот эти вот ребята всегда только используют W. Такое впечатление, что они не знают, что можно подкидывание сделать, просто нажав автоатакой, когда ты в закупанном состоянии находишься. Крамс не знаю, как использовал. Если кому интересно, это я не знаю. Ну, со стороны выглядело, что вроде он через просто Аграунд играл. Ну, то есть нажимал автоатаку и все нормально у него получалось. Ну, что ж, тысячу голды набрали на простом лейнинг фейзе пока Тим Ликвиды и показали, что свапы они играть умеют. Но это был не свап, это был обманный свап. А сейчас выровнялась линия Дабллифта с Байя Фростом, потому что здесь неудачный рекол делал Фаби, я так понимаю. Он зачем-то сейчас еще один сделал рекол. Что-то они тут не разобрали, не поделили. Ну, и не забывайте, что очень хороший ганг провела Нидали. В любом случае она сняла 4 Самунирспеллы с двух игроков или мат не отфлэшивался? Нет, судя по Самунирспеллам он не отфлэшивался. И сейчас у Дабллифта и Байя Фроста было преимущество Самунирспеллов. И, конечно же, было рискованно в открытую играть. Решают идти вниз Тим Ликвиды, сохранять все еще 2 на 2 линию. Ну, плюс Дрейка, чтобы не потерять. Дрейк тут, потому что огненный, это важно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нидали ворует, Дардош ее даже не видел, как она подходит. Большие у него проблемы, ему придется отфлэшиваться. Нет, он дождался отката Ешки и на Ешки уходит в сторону. Ну, вряд ли они пойдут на Дрейка сейчас. Гнару надо лететь наверх, и Релли уже на топе. Немножко отыграли Тим Ликвид, извините, ТСМ на ответной ротации. Но Самунирки уже откатились у Фаби и теперь не могут так агрессивно себя вести. Здесь Бьерксон купил себе сразу плащ от Хила. Меньше урона он будет получать. А Фаби, как будто как зная, что будет Бьерксон собирать, купил себе ботинки. Во-первых, это скорость передвижения. Во-вторых, это берсерки. Скорость атаки дополнительная. Которые, в общем-то, не так сильно будет он страдать от того, что Бьерксон набрал кучу магряза. Да, комментатор правильно намекает. Ну, никто не помогал, давайте скажем прямо. Там была линия слита 3 килла. И после этого еще постоянные походы Рик Сайки от Свин Скеррина. И он поэтому MVP матч-то и получил. Здесь они сняли Самунирспеллы, убили игрока 1 на 1. И могли дальше давить. Но Рик Сайка от Дардоша решила помочь Хаузера убить. И это у них получилось. Они убили Хаузера, но только, в общем-то, Ирелли подарили килл. Ну, почему нет, кстати, тоже неплохо. Решили не допушивать, можно сказать, до конца дабллифта. Понимая, что Сивирка в любом случае вернется в игру. А вот Лаура преимущество-то желательно сейчас получить. Ух, если бы не этот стал, мне кажется, Хаузер бы здесь сейчас и лег. Дардошу нет смысла туда идти. Он просто по лесу бегает и смотрит, а где Нидали? А Нидали нет нигде. Нидали на боте, она идет Тауэр Дайв, делает на боте. Бекается Бьоргсон, идет Тауэр Дайв, мат отфлэшивается, дает W. Большие проблемы, идет телепорт. Байфрост нажимает, ульту остается в живых. И телепорт отменяет Лаура. Но теперь нет телепорта у команды Team Liquid. А здесь аж целых два телепорта. Хаузер, правда, пытается подпушить. И Дардош увидел, что он с удовольствием надо выбивать этот пинг. Но он провалился. Этот Тауэр Дайв здесь не сработал. И просто от динайли мопцов. Делает то же самое и на ботлейне. Дардош. Правильно. Ой-ой-ой-ой. Тут было просто мини-интервью. По-моему, его у этого брали. У Байфроста. Или это было в Свинскер... А, нет, Свинскерин был. И у него спросили, как будете играть с Team Liquid. Там есть какая-нибудь особая стратегия. И будете ли вы придерживаться вашей тактики. Он сказал, что у нас есть особая стратегия. И мы будем придерживаться нашей тактики. А если шутки в сторону, то он сказал... Сказали, что Дардош очень часто играет вокруг Лауры. И надо как-то вот тоже нам в ответ через топ играть. Но в итоге они играют через бот. Возможно, это была обман. Домашняя заготовочка. Обмануть оппонент. Ой, у Байфроста-то нет. Флэш есть, но нет ульты. Да, флэш у него есть. И что, думаю, что у него не было флэша? Ошибся. Сломают вышку, кстати, Team Liquid. Они сломали на топе вышку. Обменяли вышку на вышку. И на боте сейчас сломают. Потому что Дардош здесь. И он просто зазонит этих мопцов. Не даст им подойти. Да, все. Ну не давай подойти. Все, молодец. Ну и сейчас Фаби легко их убьет. И можно успеть сломать. Маловато, конечно, мопцов. Дает щиток мат. Не, не успевают. Ну, следующий вейв, если подойдет, то успеют. Фаби доджит очень хорошо. Не дали большая проблема. Ее с флэша ловят. У Дардоша большие проблемы. Но он хилится, но не выхиливается. Не очень умный ход был все же от команды Team Liquid. Начать тавердайв до того, как они убили вышку. И теряют они двух игроков. Фаби тоже в проблеме. Он отпрыгивает, попадает в стан. И Каузер, у которого был телепорт, и Бьерксон, у которого был телепорт. Да. Не стоило этого делать. Забирайте вышку и отходите. Смотрите внимательно. Они не добьют вышку и ворвутся. Поэтому Фаби не мог сразу дать две автоатаки по Свенс Керину. Когда он начал его бить, уже подошел дабл лифт и дал отхил. И тут прилетел и Бьерксон, и Гнар с другой стороны. И поэтому они вынуждены были бежать не в Трайбуш, а в эту сторону. Ну, в итоге все равно от Гнара умирает Люциан. Но это было глупо. Это было глупо. Все свое преимущество. В трубу выкинули. Тим Ликвид, да, вроде так хорошо начинали. Теперь, ну, совсем тяжело будет. Лес их был заваржен. Теперь и в лес свой, собственно, и не вернутся. Еще и Копье Феникса попадает на Макс Ренже. Отменяет рекол Феникса. Феникс все же нажимает. А вот здесь, кстати, Дардош. Втихаря, лишь бы не просекли это ТСМ. Лаура пытается подарить. Знаете, опять вот такой вот момент, тоже соло-кушный. Дардош спустился на бот, попытался что-то сделать, но там только все хуже пошло. И он такой говорит, ладно, к черту, давай я тебе... Лучше тебе буду помогать, ты хороший игрок, ты молодец, а керришь. Ну, меньше катастрофы, да, в начале игры было. Тут английский комментатор говорит. Но все равно проблема. Проблема вот этого вот Тауэрдаева. Просто забирайте вышку и отходите. В чем проблема? Причем, да, тоже были бы телепорты от Бьорксона и Хаузера. Они были бы. Но в ответ им бы пришлось чейзить. Потом бы там разбежались эти три зайца. Гоняйся за этими зайцами. Ускорение от кармы. Рик Сайка со своей ешкой. Люциан с прыжком и флэшом. И флэш, кстати говоря, у Рик Сайки тоже был. То есть, ты еще погоняйся за ними. Кого там поймают, кого не поймают. Не факт, что всех троих убьют. А пока они бы это делали, Феникс успел бы вышку на меде поломать. Лаура успел бы жутко далеко пропушить линию. А так он только, ну, чуть-чуть подденавил вышку и все. Больше ничего. Копье не задоджил мат. Его цепляет. Он кидает экзост. Дает W. И Свинскенен отпрыгивает. А здесь Лаура убивает Хаузера. Но Хаузер становится мегагнаром. И Лаура решает просто ультануть. Благо у Ирелли ульта откатывается чуть раньше, чем обычно. Какой классный плейс от Лаура. Вынуждает Хаузера тратить стан. И Дардош в итоге подъезжает и убивает они вместе. игрока. А тут на Феникса идет Тауэрдайв. Но он не боится. Идет в размен под щитком. А Бергсон, ты уверен? Он уверен. Смотрите, уверенно получает минус лицо. Правда, сейчас придется хиляться. Но Бергсон хорошо вроде чувствует Влада. Бергсон вообще всех чемпионов хорошо чувствует. Понимает, в чем суть их и как надо за кого отыгрывать. Тем временем Дардош куда-то вообще не туда кинул. И красный баф не смог забрать. Почему не выкопаться было сразу и смайт не нажать и не поиграть. Смайт войну со Свенскерленом не знаю. Тем более он видел, что Свенскерлен забирает красный баф. А Лаура не успел сломать вышку, потому что испугался, что его окружит Свенскерлен. И здесь у нас объединение команды ТСМ на миде. Я, кстати, сейчас только понял, почему Свенскерлен играет на Нидели. И почему нужен был именно от хилл чемпион... Кого они там ловить-то собрались? А, там Ирелия была, только она перефлэшила все. Я по мини-карте просто не увидел. Через Трайбуш решила на нее бегать, потому что там Хаузер где-нибудь попадет в нее бумерангом. И будет слишком поздно отфлэшиваться. Потому что сразу... Поэтому решила сразу отфлэшиться. Так вот, Бьерксон же играет. И вправду на чемпионе через Спирит Визаж, который будет играться. Гнар, скорее всего, тоже Спирит Визаж соберет. И таким образом получается... Хотя Гнару далеко еще до Спирит Визажа. Поверьте, очень далеко. Ему сначала надо рендвин сделать. И поэтому хиллер чемпиона будут только лучше заходить для Бьерксона и Гнара в итоге в лейтгейме. Ну, а по поводу саппорта, почему они так долго выбирали, кого из них пикнуть. Ну, парочку этих хиллеров были забанены. Бьерксон чистит вейв. Ну, там... Вейв с тележкой. Ну, кстати, из-за того, что Дабл Лифт здесь, они успеют вышку сломать. Алистар уже идет на Тауэр Дайв. И Феникс не должен подходить. Да, просто отдаем вышку. Неудачный рекол от Тим Ликвитов был. И они отдали вышку ни за что, скажем прямо. Ну, с другой стороны, они все равно проигрывают всего лишь 3-2 по вышкам. Это ерунда. Для них самое главное Ирелия. Ирелия, которая будет играть в Боттер к следующим айтемам. И вот тут-то и будет включаться главная сила. А Ирелия вполне реально может просто ваншотнуть Дабл Лифт в любом из тимфайтов. Не говоря о том, что там еще и фрифраг и свинскерин будет для нее. Да и трудомаг по Алистару. Все удачно. Думают, что делать Тим Ликвиды. Сражаться за Дрейка или нет. Поставили масоновские 3 варда. И сказали, что иллюминаты живы. И таким образом прогнали ТСМ, намекая, что иллюминаты с нами. И ничего вы сделать не сможете. Видите, конечно, 3 синих тринкета одновременно на Дрейка. Это смешно. Дардош влетает, но никого не цепляет. Выбивает варда и начинает Дрейка Тим Ликвиды. Отпуливает его дальше. Так забирать надо. Чего вы испугались-то? Ну, Добллифт сейчас туда... Ну, ребят, ну нет. Ну, теперь уже слишком поздно. Теперь уже не развернуться туда-назад. Не, ну это очевидно было, что Добллифт сейчас уйдет на топ. Вы же только что видели Хаузера здесь. Вы влетели. Увидели, что Нидали отпрыгнула в одну сторону, Хаузер отбежал в другую сторону. Кто пойдет сейчас топ отпушивать? Очевидно, что пойдет Добллифт отпушивать. Все, забираем Дрейка и не паримся. Мирикл Бумеранг не получился. Дардош забирает дико легко этого себе Дрейка. Бьеркс, он здесь подпушил Мид, но он будет ротироваться все равно наверх. Попытаются... Ой. Извините, сломать вышку Тир 2 наверху ТСМ. И у них вроде должно это получиться. Фаби под ускорением Кармы выбегает и отменяет. Но потеряли 80% вышки. Это очень много. Азид, кстати, на меде оставил свою. Он готовился сражаться идеально, но не получилось. А здесь у нас Хаузер 2 вещи сразу выполняет. И немножко фризит. И одновременно с этим он не хотел разогнать своего Мегагнара. Он хотел сохранить его как раз перед телепортом, если вдруг понадобится лететь и спасать. Но все же Мегагнара он потеряет. Ну тогда уже по фризу будет работать. Но теперь на него идет Лаура с Дардошем. Проверяют они варды, но не находят. И в итоге потом все же нашли один пинг. И Хаузер молодец. Продолжает все еще фризит линию. И Релия теперь сюда не подойти. Как бы она тут не старалась, ей нужно идти на мид. Рексайка через ульту возвращается. Ну вот. Мид смогут сломать сейчас Темликвиды или Бьерксон хорош. Вообще-то Бьерксон не был хорош, просто Ирелия испугалась. Ирелия как-то что-то потеряно бегает. Не понимает она, куда себя деть. Посмотрите, как мало хп осталось у Бьерксона. Сипрелия не отошла, а Бьерксон бы в жизни не мог так вот ворваться. У него только спирит визаж и этот протобелт хэкстэч. Больше ничего у него не было. Следующий айтем, скорее всего, от Бьерксона будет рулай. Ирелия тем временем вернулась на Хаузера. Переключается на него. Но у Хаузера сейчас станет Мегагнаром, застанет ее об стенку. Глупейший просто ход здесь от Лаура. Он пытается теперь разменяться в плюс. Но не поздновато ли ты собрался, увернулся. И за ним идет уже погоня. Но, правда, Рик Сайка тоже здесь, прикрывает его. И спасен Лаура. По мне было очевидно, что его там застанет об стенку. Почему он все равно пошел к этой стене? Не въехал я. Может быть, это был а-ля Байт. И подойдет Рик Сайка, и мы убьем. Но потом Рик Сайка встретила Нидаль и отступила. 3000 проигрывают Team Liquid, но эта игра гораздо ближе к предыдущей. Эта игра как раз больше похожа на то, как Cloud9 им проигрывали TSM. Вроде как бы мы все еще можем выиграть, а вроде как ничего в ответ-то сделать и не можем. Фаби все дальше и дальше по фарму отстает. По Дрейкам они, получается, получили какой-то дурацкого Дрейка. Скорость передвижения. Нафига он им сдался. Андердош здесь встречается с Хаузером и на Ешечке легко убегает. Хаузер тут же эту нору решил закопать. Ой, тут на Фаби выходит. Хотя он, походу, просто туда выходил. Увидел, что там Pink Ward на топ опять смещается команда TSM. Могут они это делать, потому что мид у них все еще стоит. Они подпушивают мид и резко смещаются на топ. А здесь Дардош прогоняет. Пытается прогнать Байя Фроста, но получает копье в лицо от Синскерина. И теряет в итоге Pink Ward и контроль захода в Красный Лес. Ниреллия с командой готовы вроде как Team Liquid воевать, но у них нету инициатора как такового. Дардош их единственный инициатор. Ну, либо Феникс, но Феникс все еще без Жонни, да и вообще без каких-либо хороших айтемов. Вот и вся их охота за оппонентами. Ну, выбили Pink, то неплохо. А тем временем с мидом Бьерксон уже смещается на бот, куда надо отсылать. Ну, как же тут все по вардам расставлено. Реально, вот хочется сразу выходить из игры, когда оппоненты так играют. Бьерксон будет со спины выходить на Лаура. Лаура делает ол-ин в Хаузер и понимает он, что у него большая жопа, и Лаура как школьника. Вообще, он как-то второй раз лезет под непонятную ульту. Ну, мне кажется, здесь даже не нужен был Бьерксон. Он сам полез. То есть, он начал отступать назад, потом увидел, что здесь Бьерксон, и такой, ой, не буду лучше умирать от Хаузера. Ну, в итоге Бьерксон тоже килл достался, но ассист. Ну, как-то все не так. Как-то все не так. В кого вкладывал деньги, Дардош, непонятно. Уж лучше бы вложил деньги в человека, который действительно победил линию 2 на 2, и дальше бы помогал ему. Смотрим еще раз. Вот он ворвался. Вот он нанес урон. Начал получать свой урон. И начал отступать. Увидел Бьерксон, запаниковал. И пух. Бьерксон даже не попал протобелтам. Он одним только укусом попал. Отсосом, а не укусом, да. И теперь, да. Впереди даже по голде стал Хаузер за счет двух подряд ошибок Лаура. А Лаура так до сих пор и не собрал Боттер. Как бы в кудаун лезет. Вот сейчас впрыгивает. Какого хера вот сейчас он не впрыгивает в Хаузера? Опять Владимир здесь окажется? Не окажется сейчас Владимир? Сейчас очевидно, что здесь нет никого. Куда ты убегаешь? Блин, ну я не знаю. Когда на него ротация с Меда, очевидно, что сейчас... Ну даже если... Представим, окей. Представим, что он не видел Бьерксона. Он не знает, что Бьерксон обойдет вокруг. Но куда делась вся остальная команда, когда они только что сиджили мид ушли с вашего красного леса на... То есть сиджили топ ушли по красному лесу на мид и пропали. Они либо сейчас возле Дрейка, либо сюда идут. Куда ты впрыгиваешь в Хаузера? Это тупо. Хороший плейс от Дардоша, но он с флэша не достал до дабллифта. Но в итоге дабллифт был убит Лаура, который через свой флэш его догнал. И Лаура будет гоняться и делать еще один даблкил. Вот это получилось. Три игрока были убиты от команды ТСМ. И на Нашора переключаются Тим Ликвиды. Два не самых сильных чемпиона будут пытаться воевать. Дардош подкидывает тут же Хаузера. Хаузера цепляет, замедляет, убивает. Бьерксон ультует в ответ. Ну надо бы убить Хаузера. Ну нет, ну Хаузера же надо было убить. Куда вы на Бьерксона переключаетесь? Кто у вас там шоутколит? Так плохо. Какой нахуй... Вот сейчас убиваете Бьерксона, когда у него нету пакета его этого. Когда он не может в плащ уйти. Чего вы лезете на Бьерксона? Ну впрыгнул он в вас. Сейчас он нажмет свой плащ и убежит. Убейте Хаузера. Зачем вы Лаура слили? А здесь у нас что? Свинскерин очень агрессивно решил сыграть. И Феникс очень много урона по дабллифту нанес. Дабл отфлэшился. И Лаура через флэш догнал его и добил. Да, тут очень хорошо Феникс сыграл. А теперь вот сейчас нам покажут дальше повтор. И смотрите, грубейшую просто ошибку команды Team Liquid. Если вы выбрали изначально цель не Бьерксона, то и убивайте не Бьерксона. Это не Лебланка какая-нибудь, которая делает олэйн, и дальше у него нет эскейпа. Это сраный Владимир. Он нихера не дамажит, если файт не идет больше пяти минут. Вы что, не знаете его? Посмотрите на его айтемы. У него нет ни одного дэмэджа айтема. Он еще вообще ничего не стоит. У него даже когда будет Джонни, он ничего стоит не будет. Ему нужен еще рулай и потом только обессал. Вот тогда он будет дамажить. И даже тогда он будет мало дамажить. Это Сустейн, чемпион. Все это прекрасно знают. Какого хрена они испугались ульты? Он ультанул Фаби, что делать? У Фаби такой 2500 хп. Ммм, меня ультанул Бьерксон, что делать? Ну, наверное, он снимет у меня сейчас 500 хп. Команда, помогите! Ну, я очень недоволен. Просто слили Лаура ни за что. Он только классно камбэкнулся. И теперь у него Ботарк есть. Здесь Сидж начали делать, но за счет Северки и от Хила Бьерксона хорошо здесь смогли выстоять. Придется, ну, отпускать Лаура назад на линию. Ну, там большой пак сверху идет, но тем ликвиды, видите, паникуют. Они боятся, что в них могут ворваться. И решили играть вчетвером, вместо того, чтобы сыграть 3-1-1, либо 2-2-1, что-нибудь такое. Из-за того, что они здесь объединились, они только испортили для себя все. Потому что теперь демыш можно наносить только Феникс. Фаби вообще ничего не делает сейчас. Он просто один из тех чуваков, который иногда ловит копья. То есть, как бы, Фаби сейчас мог свободно быть где угодно. Причем его убить никто бы не смог. Недали его 1 на 1 не убьет. Берксен его 1 на 1 не убьет. Че он был вместе с командой, непонятно. Влететь в них со спины тоже некому. У оппонентов нету Моукая никакого. То есть, там Гнар, который читается просто на ура. Ну, и с Нашором, тем ликвиды почти ничего сделать не смогли. Это плохо. Это на самом деле очень плохо. Отыгранный Нашор. Такие вещи надо обсуждать заранее. То есть, вы должны, ну, не просто обсуждать заранее, я имею в виду, не то, что в игре. У нас Нашор, что мы будем делать? Нет, я имею в виду. Вы должны это еще до начала игры уже знать. Против Севирки, Влада, Сиджи мы или что делаем, если получаем Нашор. Никаких нахрен Сиджей. Отправляете одного Феникса на мед, к нему отправляете Мата, а Дардош где-нибудь ротируется между Топом с Фаби и все. Лаура в соло убивает Хаузера, мы это знаем. Все, он идет сразу туда. Он вообще не должен к нам приходить. Его здесь нет. Он идет искать этого Хомяка Белку и убивать ее. И если кто-то пойдет мешать ему убивать эту Белку, мы сломаем им Ингибитор. Мы потеряем нашего Топера, но Топер, скорее всего, кстати, сделает килл в ответ. Ну, может быть, если бы там был Бергсон, тогда бы он не сделал килл. Но мы сломаем Митом за это. И Топ. Это очень выгодно математически. А они получают, что сделали? Они отдали даже больше денег. И если честно, я думаю, если бы нам сейчас показали, сколько они заработали денег, полторы тысячи они получили за Нашора, и сейчас они заработали 1100 там. То есть они 300 голды отдали даже ТСМ. Хотя Нашор был у них. Почему? Потому что они потеряли контроль над Вейвами. Вижен толком не захватили, и ничего вообще толком не сделали с этим Нашором. Ни одну вышку не сломали, даже не поддавили. Ну, так как бы, кстати, уже Нашор опнулся. Можно на некст. Ну, ладно, давайте, ребят, осмотрим другое. Тут у нас что получается? 3000 преимущества. Четыре даже почти 6000 преимущества ТСМов. А ТСМы у нас Сиджинг будут указывать? Нет, они вряд ли. Они скорее будут продолжать так играть через копья Нидали, ловушки расставлять, гулять, веселиться. Тим Ликвиды. Отправьте, пожалуйста, Ирели вниз, чтобы она улынила. Ирели, а все, ты можешь улынить Гнара. Пожалуйста, делай это. Не хочет Ирели, а улынить Гнара. А у нас здесь вышка на топе будет падать. И Ирели готовится делать телепорт, судя по всему, потому что она смещается на мид. Вышка падает, и со спины будут выскакивать Тим Ликвиды. Очень хорошо Феникс Дардоши может вылететь. Но почему Люцианта пошел с другой стороны? Ой, Люцек, соберись, тряпка. Ну, Люцек так долго тупил, что в итоге он теперь один оказался. Феникс сможет сейчас поставить свою вышку, я думаю. Хотя, может быть, у него не откатился еще. Но все, надо. Ну, мне грустно. Ой, ну какая глупость. Можно было дать битву. Они просто потеряли ингибитеры, ребят. И Лаура ловят вместе с матом. Но Дардош отбегает, он остается в живых. Бьерксон ультует. Одного игрока Бьерксон как раз-таки убьет. Переключается на Бьерксона. Лаура не получается сделать дэмэджи. Феникс один не может надамажить. Очень много урона было нанесено. Феникс, правда, делает первый килл. Переключается на Бьерксона. Делает, наверное, Е все же делает второй килл. Посмотрим. Флэш. Солдат оставит. Но Вижена нет, сука. Где Вижен? Он бы смог дать эти автоатаки. Но он прыгает теперь уже на Хаузера. Цепляет его просто автоатаками. Но дэмэджа с автоатак не хватает. Ооо, как у меня горит от Тим Ликвидов. Кто у них шаут колет так ужасно? Я просто не могу. Хороший врыв от Байя Фроста. Никто это не отрицает. Классный контр-врыв от Дардоша. Он отбегает. Но как они могли позволить Хаузеру ультануть по двум игрокам, не знаю. Фаби не дамажит. Он отбежал от Бьерксона. После этого начал дамажить. Флэшнулся, но испугался. Испугался, что у Байя Фроста, видимо, что-то откатилось за это время. Не знаю, почему он убежал за километр в Фаби. Хотел бы просто стоять и бить. Ну и дальше. Чуть-чуть не хватает. Ставит он солдат и нанес бы урон, если бы был Вижен. Но Вижена нет. Ставит он синий тринкет, но в следующий куст. И, к сожалению, Феникс не может выкирить этих пацанов. О, минус Лаура. Флэша нет. GG. Бьерксон его из Трайбуша увидел. Позвал команду. Лаура слышал, как забрали только что Дракона. Но его ничего не смутило. Можно все равно забирать Голема. Хоть у меня нет флэша, сказал он. И все равно забирал Голема. Ну, что поделать. Теперь можно... Так как один игрок с телепортом остается снизу. А кому-то тимликвидов надо отсылать сюда. Но у них нет Лаура. Можно начинать делать на Шора. И я думаю, они сейчас это и пойдут делать. Бьерксон просто в открытую забирает вышку. Ускорение идет от Дардош. Влеет. Хаузер станет мегагнаром. Но прыгнуть не может. Бьерксон делает телепорта куда? Ага, я нашел. Классно Дардош дождит это копье. И не дает замедлению распространиться по всей команде. И, честно говоря, потеряли телепорт просто так. Здесь ТСМ. Но здесь очень хорошо сыграл и Дардош, и Феникс. В этой игре, ну, со стороны, то что я смотрю, очень хорошо. Как раз эти два парня играют. Дардош ловит. Он не знал, делают ли они на Шора. Идет телепорт от Ирели. Подкидывает он Свинскерин. Свинскерин большие проблемы. Прилетит сюда Ирели. Но куда она будет впрыгивать, пока не ясно. Ирели прыгает Бьерксона, но стан ему не прописывает. И, по-моему, на этом все, ребят. Лаура прыгает. И станет Бьерксоном слишком поздно. Феникс, правда, здесь отрезал. Ну, и Севирку убивает. И, возможно, сможет еще кого-нибудь там порезать и убить. А здесь Бьерксон гонится за матом. И, как видите, дэмэдж вообще не наносит. А тем временем сверху супер-мопцы уже ломают базу. И надо возвращаться назад Фениксу. Но за Фениксом идет погоня. Он будет идти на Свинскерина. Но аккуратненько надо это делать. Потому что можно так и отлететь. А тут начинает уже базу ломать. Если я правильно помню, ребят. Лаура является шаутколер командой Team Liquid. Я так это громко говорю, что я не помню, кто у них. По-моему, у них Лаура и был шаутколером. У команды TSM. Тут я в чате видел, спрашивал, кто же у них шаутколер является. У них шаутколер любой. Скажем прямо. Вроде как основа принята с Винскерин. Но в реальности, если послушать их шаутколу, там почти все командует парадом. Бьерксон меньше всех говорит. Но к его версиям тоже прислушиваются, если он что-то предлагает. На Шора, кстати, так и не сделали. TSM, хотя могли сейчас попытаться. Но решили не рисковать, потому что Дардош жив уже. Прибегает сюда. Один неудачный файт для команды Team Liquid и... Ой, извините, для команды TSM. Они проиграют игру. Оу, как здесь Люцко убили его. С другой стороны обошел Алистар, дал подкидывание и убил. Они остались четвером, и поэтому так все плохо пошло. Дардоша убивает даблкил, делает Бьерксон. И сейчас Азир, оставшуюся Северку, развоплотит. Он бы и Хаузера убил, если бы тот не замедлил его бумерангом. Ну, а Бьерксон так матой не догнал. Мат на скоростях убежал, хотя у него даже нет ботинок хороших для этого. Ну, там комментаторы хвалят Байфроста. Мэйзинг и Инициейшн может делать. Тем более, какие-то позволяют. Давайте скажем прямо. Не было вижена. Люциан зачем-то вот здесь вот бежит. Хотя надо бежать через мид было. Это логичней. Оттуда и больше возможностей у тебя подействовать. Ты можешь идти к команде, можешь резко сместиться дальше на мид. Если оппонентов отзонили от нашора, ты можешь дальше пушить мид. А отсюда что ты будешь делать? Отсюда ты в тупике. Есть несколько точек, с какой стороны играя, как правильно проверять нашора. И у каждого чемпиона есть свои тоже точки. Ну, и вот когда я смотрю, что Фаби... Ну, это ошибка Фаби была. Он ни в коем случае не должен был там попадаться. Он, кстати говоря, и купил рапитку. Обычно рапитку не покупают на лице, а не в этом билде. Ну, ладно. Там либо Фантом берется, либо сразу добавляется Инфин-Ласт Виспер. Там какие-то такие выборы. Там говорят, что есть деньги у кого-то из команды ТСМ на билд. Видимо, это про Бьерксона говорили, что у него есть на фулл билд, но он за ним не отправляется. А, не, это про Феникса говорили. Это, да. У него не на фулл билд, у него есть на Рободон деньги. И он сейчас бэкается, да, покупает Рободон. За счет синего тринкета не дают все еще на Шора начать ТСМ делать. Дардош пробегает, кидает кушку, проверяет, Свинскерин ли просто чистил Варта или как. И все, возвращается Феникс. Феникс реально очень опасен сейчас для команды ТСМ. Дардош тоже жутко танковый. Феникс очень много урона нанес по Бьерксону, но врыв пойдет. Феникс дальше замедляет, продолжает дамажить и получает копье в лицо. К сожалению, Феникс придется отступать. А еще одно копье на этот раз уже Лаура его получает. Ну и смещается команда ТСМ наверх, ломать ингибиторы два открытых. По вардам они, правда, там спалились. И, ну, ротацию смогут свою они продемонстрировать. Одна Ирелия туда идет. Не надо всей команды туда идти, только Ирелия пусть идет. Феникс, стой на месте, не ходи. Ирелия справится с этим. Вам надо контролировать Нашора постоянно. Ни в коем случае не отпускать этот контроль. Потому что там три дракона и неплохой дэмэдж по Нашору. Хотя, конечно, Виктор... Ой, извините, Владимир не может создать хороший урон по Нашору. Синий Тринкет в ответ уже тут ТСМ начинает паниковать. Поставили они на дракона. Из-за того, что они точно не знают, куда делись Тимлик и ДФС. А они по... Стартанули Элдер Дрейка. Зачем? Ни в коем случае вы его не сможете здесь взять. Это грубейшая ошибка. Ай-яй-яй-яй. Расплечены оказываются. Феникс и... И Феникса ловят. Все, гагаем. Гагаем. Ну вы же видели его телепорт. Он же не вслепую это делал. Он на мопса делал. А на мопса Вижн тогда дается. В кусты сейчас не дается Вижн. А если на мопса Вижн дается, вам показывается это. Ну, заканчивают игру без... Без Феникса нет урона по Бергсу, но вообще никакого. Шикарный сейчас сделал врыв Байя Фрост. Проблема была грубейшая из-за того, что расплетились. То есть, Дардош делает хорошее подкидывание по четырем игрокам. Но куда-то пропадает Люциан с карты. И пропадает он, ребят, поверьте мне, не от Виктора. Виктор ни хера в этой игре не дамажит. Ой, Владимир, извините. Владимир ни хера не дамажит. Он просто сустейн чемпион. Да, он 7-1-7. Но весь дэмэдж наносили другие чемпионы в тимфайтах. Ну, ошибки были сами виноваты. Но в этой игре можно было победить. ДЖИ-ДЖИ чудо не случилось, да. Бывает. Ну, ладно. Что у нас здесь? Давайте... Да, тут досматривать нечего. Судя по всему, здесь игра закончилась. Давайте выясним, с каким счетом и кто победил. Это, видимо, последний файт нам показывают. Рэй сделал лу-лин. Рэй погиб. И нинджа на дамаже. Да, и Кинни здесь тоже убили. И, видимо, после этого они игру и закончили. Рэй у нас решил на Джарване снова сыграть. И ничего у него не получилось. Я так понимаю, Орехи победили. Ой, извините, не Орехи, а Энви победили, потому что Орехи это Рэй. Ну, судя по всему, да. Давайте чуть-чуть еще вперед промотаем. А, тут нечего мотать. Тут сейчас уже будет финальный файт. О, шо ж пошло-то не так. Нинджа хорошо сыграл. Ну, судя по всему, Северка просто ОП. Рэй влетает в Проксина. Не самый лучший чемпион для ОЛНа. И Рэй теряет свою ульту на ровном месте. Вторую комбу дает, а не убивает Проксина. Сират дает ульту по экспешилу. И, чё, Аполл-то не стреляет. Кейтлин стреляет. Кто будет? Да, никто. Ну, видимо, сейчас Кейтлин будет стрелять, когда ее уже остановили. Кто не заметил, я могу перемотать назад. Кейтлин вот здесь два раза начинала убегать назад. Когда X-Special дал экзост, когда его застанили, когда дэмэдж шел. А Кейтлин решила, что это не важно. Это не важно. Ну, видимо, тут тоже какой-то полутильт начался. Мы не знаем, как дошло до 12.5. Но, судя по всему, это плохо было все. Ну, нам же лучше, Клаудам легче. Нет, так-то да. Просто не то. Ну, не то, ребят. Я хочу, чтобы ТСМ с реальной проблемой столкнулись. И увидеть, как они с этой проблемой будут разбираться. А для них никаких проблем-то не создает никто. То есть, вообще нет проблем. Клаудайны с ними как будто вообще как вареные вышли, сыграли две игры. Тим Ликвиды в первую игру просто слили на третьей минуте. Во второй игре потерялись на карте, не понимая, что дальше делать. На шаутколах потерялись, скажем прямо. Ротации отвратительные делали. Сегодня все игры проигрываются из-за адекерии. Кстати, да, Ховосток полностью с тобой согласен. Что-то так получается, что все игры какие-то кривые, адекерии получились. И вот тут нам подсказывают. Да, я прошу прощения. Я заметил, что на Шора они тогда не забрали. Я на секунду был уверен, что они взяли на Шора, но они его не забрали. И я там немножко много поговорил. Ну ладно, я думаю, вы меня простите. Там скорее не Фаби не фармят, там Фаби фармят. Такие дела. Ну ты понял, в общем, все игры сегодня прям как будто Европу смотрим. Да нет, на самом деле. Все равно активнее ребята играют. Не засиживаются. Одна игра с Cloud9 против Орехов вчера, чего стоила, когда они забэкдорили в конце. Ну это все красиво. Ну ладно, ребят, на сегодня все. Можно одну Петти Найнсу Лакушку сыграть. Давайте сделаем так. Продолжение следует... Продолжение следует...